Эта эффектная волна привлекла внимание не только туристов. Под впечатлением и иркутские моржи. 30 закаленных человек встретились на берегу Листвянки, чтобы отметить свой праздник. День моржа учредили в 2008 году Всемирным фондом дикой природы. Сибиряки этот праздник любят и даже свои традиции к этой дате установили. Отмечают его заплывом на 150 метров. И с каждым годом любителей экстремального плавания становится все больше. Для Влада Брема этот заплыв дебютный. Он занимается моржеванием чуть менее года. Ощущение отличное. Бодрость, прилив дает. Вода теплая? Вода теплая. А вам не холодно? Нам не холодно. Ну это просто здорово. Это надо попробовать. Каждому. И понравится. А кто-то не пропускает праздники моржевания, как две мужественные Натальи. Нам вообще страшно не холодно. Байкал сегодня. Вообще страшно необычный. Вода. Колючая, приятная. Колючая. Какой-то сегодня прямо такой довольно-таки агрессивный такой настроенный, но нормальный. В воде хорошо. И на волнах покачаться. Прямо песня аж в душе поет. Иркутян холода не пугают. Более того, им теплее не только в воде, но и на суше. Этим заплывом иркутяне открыли еще и зимний купальный сезон. Зиму мы начинаем ждать с того момента, как застыл Байкал. Мы опять ждем декабрь, ноябрь. Как раз в это время шторм на Байкале. Байкал бушует. И это придает как бы адреналина, радости придает. Настроение хорошего. На волнах очень здорово купаться, плавать. У иркутских моржей плотный график. 5 и 6 января они отправятся покорять Малое море. Там они совершат заплыв в специальном бассейне. Александр Гаврилов, Константин Синицын. Новости сейчас.